Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская посетила здание научно-клинического центра презенционной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, расположенная на улице Волкова, 18. В 2015 году КФУ присоединил к себе Республиканскую клиническую больницу РКБ-2. Планировалось переформатировать ее в университетскую клинику по международным стандартам с возможностью проведения клинических исследований. Врачи оказались просто не готовыми к работе в новом формате. И это неудивительно, потому что они работают в рамках российского законодательства, стандартов лечения, обязательного медицинского страхования, ВМП. И таким образом их основной акцент это оказание медицинской помощи населению. Здание Волкова, 18 вошло в состав КФУ в 2015 году в рамках развития приоритетного направления биомедицина и фармацевтика и для реализации научных исследований в области трансляционной медицины. Сегодня там располагается полностью сертифицированный для работы университетский биобанк – хранилище биологических образцов при сверхнизких температурах в жидком азоте. В этом же здании находится Центр клеточных технологий, где разрабатывают клеточные технологии для лечения различных заболеваний. Здесь же функционирует зеркальная лаборатория КФУ и исследовательского института Рекен, ведущего научного центра Японии. Здесь же располагается лаборатория, функционирующая совместно с одним из главных благотворительных фондов страны – Русфонд. Особое внимание Ильшат Гафуров уделил медицинскому геномному центру. Он представляет собой научно-исследовательскую лабораторию, которая занимается трансляционными геномными исследованиями с использованием секвенаторов нового поколения. Заместитель министра образования РФ Марина Боровская высоко оценила достижения университета и, прежде всего, способность оперативно отвечать на вызовы современного мира, умело объединяя все сферы жизни университета – образование, науку, сотрудничество с промышленными предприятиями для обеспечения трансфера технологий в реальный сектор экономики. Диана Шилова, Артем Тупичкин, Александр Юйдин, Универньюс.